Евгений Витишко, очень активный эколог, член экологической вахты по Северному Кавказу, в настоящий момент находится в Тамбовской колонии. Он начал в колонии вести правозащитную деятельность. Он начал защищать тех самых людей, которые находятся с ним в одном помещении, их на минуточку 140 человек. И вот в мае этих людей сбили, заключенных. Женя, конечно же, обратилась в прокуратуру. И тут же заместитель начальника колонии полковник Гаврилов начал против Жени действия вместе с начальником колонии КП-2 Тамбовской области. Начались угрозы в адрес Жени, начались взыскания, хотя Женя совершенно нормально работает, выполняет все предписания. Он человек порядочный, он все делает как надо. Но, тем не менее, начались вот такие угрозы, что его этапируют, что его отправят в ШИЗО. И, собственно говоря, вот теперь Женя говорит, что он боится, что прямо на этой неделе это может произойти. Для того, чтобы как-то обезопасить его, защитить, на сайте AVAAS.org проводится сбор подписей за Женю Витишко. В социальных сетях можно найти эту информацию, например, на портале Активати.org. Можно увидеть сбор подписей за Женю Витишко. Обязательно подписывайтесь. Это наш реальный шанс помочь человеку. Это серьезно. То, что если мы соберем несколько десятков тысяч подписей, то AVAAS возьмет на себя все издержки по Европейскому суду по правам человека для Жени Витишко. Женя вообще не будет тихо сидеть. Он ведет себя как такой чужеродный элемент в этой системе. Это же система, которая просто ломает личность человека. Я была в этой колонии, я видела этих заключенных. Это люди со стершимися личностями. Они никогда не будут себя защищать. И то, что Женя появился в этой колонии, он учит людей сопротивляться несправедливости. Он меняет их как личности. И, конечно, руководству колонии это неинтересно. Они просто хотят избавиться от него. Хотя то, что просит Женя, он просит просто соблюдение законодательства Российской Федерации. То, что он просил, когда защищал природу. То, что он просит сейчас в колонии, это не какие-то сверхъестественные вещи. Просто просят, чтобы закон работал.